итак драгоценные наши друзья рыболовы рыбоеды перед вами корюшка малоротая некоторые называют ее мелочью ну так в обиходе принято у нас в дальнем востоке на самом деле это такой вид корюшки малорота и мы вам покажем что можно сделать из такой она очень вкусная ее многие берут просто жарят но мы более оригинальным способом покажем как приготовить вы же можете взять здесь у вас нету корюшки малорота и взять обыкновенную корюшку или просто мелочь какую-нибудь допустим карася гальяна на если на дальнем востоке то есть любую речную мелочь и приготовить ее таким же способом как мы сейчас вам предлагаем и так приступаем как всегда ее нужно немножко помыть и почистить пересыпаем из тарелки так вот дуршлаг корышка совершенно свежего улова поэтому запах свежих огустов на дуршлаге промыли пересыпаем ее назад наш специальный резервуар который мы засаливаем на 800 грамм малорота и корюшки или в другой мелочи берем пол чайной ложки лимонного сока или берем вот такой вот брызгал лимон чтобы отбить немножко запах травы морской но вернее запах свежего огурца берем пол чайной ложки сахара добавляем и посыпаем ее берем чайную ложку соли горочкой и посыпаем ее замешиваем тщательным образом чтоб не получилось часть рыбы соленая часть рыбы хват вот и все в принципе рецепт для ленивых засолили а готовить будем завтра до сегодня вечером засолили и на ночь ее в холодильник холодильнике она промаризуется и завтра мы ее оттуда изымем и будем готовить дальше накроем ее чашечкой чтоб она не пахла там по прошествии 12 часов достаем нашу корюшку малорота из холодильника и так для приготовления корюшки малорота и в кляре нам необходимо сама корюшка уже замаринованная в течение 12 часов в холодильнике мука панировочная и вот для такого количества корюшки это примерно это 400 300 грамм приходится где-то 5-4 яйца ну и соль необходимая там с перцем усарить то ее особенно то не надо а здесь еще нужно будет растительное масло и так приготовляем малоротую корюшку она очень мелкая ее можно не чистить практически ну кто хочет может конечно ее почистить но это практически очень долгое время потому что она мелкая зато будет вкуснее сразу можно будет есть а так обычно ее никто не чистит на раскаленную сковородку наливаем растительного масла как обычно для жаркой рыбы и ждем пока растительная маска начнет уже кипеть процесс очень простой или вы берете по одной рыбке и макайте в муку и на сковородку складываете для ленивых самый простой способ просто присыпать ее покой перемешать вот таким вот легкими движениями еще немножко добавить надо мне поясом и прокроется берете прямо на сковороду и выкладываете технология того чтобы она равномерно прожарилась берете лопаточку пока наша моворотая корюшка там поджаривается до румянного состояния убиваем яйца болтушку и там уберем просто перчим ее чуть-чуть посолите для вкуса потом берете вилку и убиваете обыкновенное яйцо и побудьте омлет делать идем пока она вообще себя покарится практически так рыба подрумянилась и ждем пока яйцо прихватиться по краям чтобы она чуть-чуть поджарилась так пробуем ага вот края у нас поджарились стали более плотными как у яичницы берем наш сковородку и помещаем духовой шкаф на пять минут ставим на 200 градусов и на пять минут пуск в духовом штрафу без свч по прошествии 5 минут открываем кроволновку и смотрим румяная ли корочка нет не румяная давайте еще добавим 5 минут добавляем еще 5 минут 300 градусов цельсия по прошествии еще пять минут открываем духовой шкаф таскиваю и смотрим вот какая румяная и оставляем ее остужаться на открытом воздухе кухни приятного аппетита вам от петра до крыльевода сейчас берем ее и переворачиваем то в студенческом общежитии живет тот может есть прямо со сковородки но приятнее будет если вы ее карпицу разрежете на кусочек и размножите на тарелочке получается рыбная пицца вот такая штучка получается замечательная даже очень и пахнет замечательно рыбкой такой вот яичками приступаем к трапезе ну и для пущего вкуса можно добавить вот такой папусточки сушеные вот из такой пачки а-ля японское блюдо самое простое для студентов и школьников и 1 аппетита вам от петра до крыльевана приходите к нам на сайт и канал подписывайтесь ставьте лайки и будете всегда здоровы и сыты